Вчера я, кажется, закончил вот эту книгу, название ее «Сдача юго-западных врат». Тематика абсолютно случайно полностью совпадает с мотивацией нашего сегодняшнего высокого собрания. И, разрешите, я доведу до вашего сведения ее основные предложения. Итак, о чем эта работа? О мощном духовном основании Молдовы. О самобытности Молдовы и ее исключительно вкладе в жизнь всей Европы. О наибольшем проценте православных, если взять любую страну в мире. О великом потенциале веры, которая присутствует в народной жизни Молдовы. О том, что подлинной силой молдавского народа является православная вера. О том, что мы – одна большая православная семья. Это слова его святейшества, патриарха Московского и Северуси Кирилла. И вот такую страну и такой народ отдали на откуп наступающей антиправославной и антиславянской нечисти. По сути, предают. Имеет ли Россия к этому какое-нибудь отношение? Здесь ответ знают все. Но понимают ли в Москве, что одними танцульками на Масленице, мы далеко не уверены. О том, что на самом деле происходит между нашими странами, я пишу давно, более четверти века. Как минимум с того времени, когда наметилась трещина между бывшими составляющими советского народа. Сегодня мир стремительно меняется. Стремительно и необратимо прямо на наши глаза. Транснациональные корпорации, целая армия, полчища наднациональных структур, полным ходом сводит на нет саму идею национального государства. Превращая суверенные государства и их союзы в декорации для своих закулисных игрищ. То, что некогда, всего лишь пару сотен лет тому назад, имело основоволокающее значение для становления, для развития государства, сегодня почти девальвировано. Язык, структура, культура, этногенет, зверя, традиции, сегодня практически ничего не стоит. Призрак Мамона ходит по миру. И этот призрак превратает все более и более телесную конституцию. Вот о чем это книга. Уже несколько десятилетий, как и разительно, поменялся характер войн международа. Сегодня мало кто пушки и танки применяет. Хотя, когда сильные мира всего встречают неподдающихся контролю чрезмерно строптивых национальных лидеров или чрезмерно, по их мнению, небокорные народы, в ходе идут и снаряды, и ракеты. Из множества форм разрушения государственных народов предпочтение дует морально-нравственной, идеологической деформации в сочетании с финансовой колобой, конечно. Продвигает руководство народами купленную на коню национальную, в кавычках, элиту, выдрессированную в зарубежных университетах и фондах. Широко применяет ставшие модные за последние годы цветные революции. Сталку делают на трусах, предателях, на шантажируемых, на безбожников, на психопатах, просто на наиболее глупых. И дело сделано. Зачем вас убивать, если вы и так дурак? Вот так. Как они с нами разговаривают? Зачем вас стрелять, если выпущенный из вас же зверь вас сожрет? За нас, они говорят, это сделает привитая вам энергия зла, порока и греха. А после можно спокойно зайти на этот новый революционный сбыток и делать свой гешерт. Алло, славяри, почем у вас килограмм правительства? Все это происходит под ревущий аккомпанемент воинствующего неолиберализма уже с трудом отвечаемого от обыкновенного фашизма. Таким образом, вместо национальных государств на первый план подходит полевые командировки. Правда, знакомое слово сочетание? Новые князья и бароны, что в Афганистане, что в Сомали, что на Украине. Ну и чем это не возврат в феодолизму? Где не важно, кто ты по языку, вере и культуре, важно, сколько у тебя бойцов, чей-то вассал, и кто твой сузелент. Но это не происходит сходу и просто так. Поэтому предшествует длительная подготовка, изучение особенностей славных мест народа. Поиск разлагающих факторов и мотивов потенциальных конфликтов, противоречий в том числе религиозных. Так столкнули нас в начале 20 века, революция и гражданская война, и не стал Российской империей. Так ударили по нам в 41-м. Так распался Советский Союз с огромными для нас потерями, с огромными выгодами, с огромными для западного мира. И так столкнули молдаванных русских, русских и грузин, армяне и азербайджанцев, грузин и оправданных в 90-х. Так исчезла с карты прекрасная страна Еврославия. А сегодня на наших глазах исчезает Украина. Книга-татья о методологии нашего разрушения, о благоминских соглашениях, которыми вы очень будете сами знаете куда. О предминистерализации Донбасса, о походе на Киев, о попустительстве геноциду на Украине. О попустительстве геноциду на Украине. Никого-нибудь, а государство, поставившего свою подпись, под обязательством всегда, везде предупреждать, пресекать и наказывать за преступления геноцида. О том, как после массового сожжения инакомыслящих в Одессе и после горснарядов, выпущенных жилым кварталом Донецка, его превосходительство главнокомандующий сказал на весь мир. Мы уважаем выбор украинского народа. А тех, кто ему это подсунул, и почему они до сих пор продолжают ему советовать? Также и тех, кого нельзя, ни при каких обстоятельствах нельзя допускать власти по причине того, что их ментальные и интеллектуальные параметры не выходят за пределы вечно виноватой России и козни всяких жидомонголов. Разводит, сталкивает и разрушает нас системно, бьет по фундаменту, по вере. Именно поэтому главная их цель – Россия. Русская православная цель. Россия – чрезвычайно редкий цивилизационный сплав. Раз, народу, его воспоминания. Здесь удалось в мирном сосуществовании то, что не удается и не удастся в неградирующей Европе. Я в очередной раз говорил, враги молдаван не в Москве, а враги русских не в Кишиневе. Не мог я не сказать о захваченном олигархами и преступниками в Молдавском государстве, но и о степени захвата государства российского. О том, что такие масштабные события никогда не происходят по одной причине. И для цели они, как правило, годами, как продолжающиеся преступления. Но они всегда происходят, когда в стране только один видом. Когда ему нет замен, когда не построена система обеспечения. Мы отмечаем, что сегодня Путин как-то надерживает вышеупомянутые наступления. Но что будет после Путин? Хочу обратить ваше внимание и на другую, актуальную, а решили, с моей точки зрения, проблему современного мира. Сегодняшняя несостоятельность созданных человечеством после 1945 года механизмов обеспечения мира и безопасности. Давно сладо притча и воистов, что ООН и другие международные структуры не в состоянии решать такие задачи. В современном мире все более действует не сила права, а право сила. Я признакляюсь тем, кто справедливо считает, что миру, а России, России прежде всего, не нужна такая беспомощная и абсолютно спирильная структура паразита. Нас, молдаван, очень беспокоят потерянные поколения молдаван, которые были воспитаны насквозь в инфицированной истории своей страной и народом. Кремль для них, но, мне кажется, она может стать полезной и полезной для той части русских читателей, которые интересуются своим отражением в истории других народов. Вывод. Очевидно, крайне необходимость срочной консультации, немедленного объединения перед общей опасностью всех, я подчеркиваю, всех пророссийских, пророссийских, православных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова